Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Расставилась с парнем 4 года назад, я сама ушла от него, так как не было перспектив. Бывший младой человек начал встречаться с девушкой, она у меня младше на 3 года. Лично я эту девушку знала, так как были в одной компании, и она уже тогда лезла в наши отношения, писала ему какую-то песню пошлёт, то ещё что-то. Проблема в том, что на протяжении 4 лет эта девушка следит за мной в социальных сетях. Я заблокировала уже 40 аккаунтов, дошло дело до того, что она звонила из открытых номеров. У меня на телефон, на работу, и это длится очень много времени. Девушка нынешняя повторяет за мной во всём, в стиле одежды, прически, в каких-то вещах. Я бы хотел узнать, это расстройство какое-то, или что это такое, сколько это может продолжаться. Сейчас у меня есть молодой человек другой, и всё хорошо у нас. Ну, конкретно, с точки зрения поведения человека, да, помимо того, что она нарушает закон, как вам сказал мой коллега, вот, здесь есть элемент, конечно, ревности и страха. То есть, как бы, ну, она, в общем и целом, с вами конкурировать, да, и, в общем-то, как-то, вот, пытается за всех друг быть похожей на вас. К сожалению, статус заключается в том, что, видимо, ваш бывший молодой человек как-то, вот, сравнивает гласно или негласно её с вами, вот. Вследствие чего у неё появляется такая вот навязчивая идея, значит, быть на вас походе. Вот, расстройство вряд ли, то есть, ну, конкретно говорить о том, что это, вот, может быть, расстройство психическое, нет, наверное, нет, нельзя, ну, то есть, я бы не стал говорить, что это, прям, вот, психическое расстройство, потому что, ну, она не делает, на мой взгляд, ничего такого, что, ну, можно было бы, можно было бы как-то охарактеризовать, как психическое расстройство. Вот, то есть, да, это, безусловно, немножко выходит за рамки нормы, мягко говоря, но, на мой взгляд, не доходит до того, чтобы говорить о расстройстве. Вот, тут тут самый главный вопрос, это вопрос именно того, что человек нарушает закон, да, и, в общем-то, совершает преступление. Вот, и, ну, ситуация так обстоит, да, что не каждое действие, да, преступное действие, вот, значит, мотивируется именно вот расстройством. Вот, к сожалению или к счастью, ну, вот, не каждое. Это первое. А второе, что хочется сказать? Хочется сказать, что вы в данном случае как будто вы пытаетесь человека обесценить, да, то есть вот вы как будто бы пытаетесь её принизить и в общем-то это свидетельствует о том, что вероятно у вас остались к ней некоторые болезненные чувства, вот, может быть обида, может быть что-то ещё, вот, может быть страхи какие-то, вот. И на самом деле самый главный вопрос, который вам хочется задать в этой ситуации заключается в том, почему вы, ну, терпите столько времени, то что по идее вам не нравится, вот. То есть вот, ну, буквально, то есть это продолжается к тому, что вы позволяете, вот. может быть вы не знаете своих прав и, ну, поэтому, ну, позволяете ей так себя вести. может быть вы получаете какую-то вторичную выгоду от этого. То есть, как бы, видя, что она вас преследует, да, понимая, что вы для неё обладаете какой-то значимостью, а вам это, вот, хоть и неприятно, да, но несмотря на это, несмотря на то, что вам неприятно, всё равно вы получаете, ну, всё равно вы получаете от этого что-то. То есть вы получаете от этого, ну, какой-то заряд энергии, да, вот, вы получаете от этого какие-то, может быть, позитивные чувства. Вот, я повторюсь, повторюсь в том, что скажу, что у вас эта ситуация задела, то есть вот в вашем рассказе чувствуется обида, да, в вашем рассказе чувствуется вот какая-то болезненность от этой истории, и вполне вероятно, что вы бы, ну, вы бы и сами не хотели бы, чтобы она была, вот, ну, бесконтрольна. То есть, то есть, вот, вполне возможно, что вам бы хотелось, вот, чтобы, ну, чтобы у вас была возможность как-то вот за ней наблюдать, вот. То есть, ну, как-то вот вы хотели бы, ну, держать её, вот, что называется, да, на, ну, в поле видимости, в поле зрения своего, вот. Конечно, это, в данном случае, только, вот, моё предположение, вот, ну, то есть, вот, мне так, ну, мне так кажется, конечно, только, вот, ну, я думаю, что есть какие-то основания, да? Для того, чтобы, вот, вы терпели столько времени, такое к себе отношение, и такое, вот, ну, по сути, дело, да, преследование. А что в этой ситуации можно сделать? Что в этой ситуации желательно сделать? Вот. На мой взгляд, в первую очередь нужно разобраться вам со своими чувствами к ней. Со своими чувствами, ну, к этой ситуации в целом. Как вы реагируете на неё? Что вы чувствуете по отношению, ну, допустим, к ней? Вот. И дальше уже, исходя из этих ощущений, действовать. Совершенно не важно, на мой взгляд, что это будут, что это будут за действия. Вот. Но я думаю, что вам для себя понять, как вам поступать, да? Вот. Крайне было бы рад здесь. Потому что сейчас, на мой взгляд, вы, ну, вы как будто бы застряли. Вы как будто бы в такой вот невесомости. Вот. И это вот, на мой взгляд, является такой довольно серьезной, скажем так, проблемой. Вот. Потому что если нет вашей позиции, вы выступаете только как, ну, пока, знаете, как бы, принимающая страна. Вот. То есть, человек вам, условно говоря, все время, ну, посылает какие-то вот сигналы, да? Человек вам постоянно посылает там, условно говоря, какие-то вот стимулы, а вы на это только-только реагируете. Вот. Вот. То есть, это только реакция, в данном случае. Вот. И это вот само по себе, на мой взгляд, является проблемой. Вот. То, что вы не реагируете, то, что вы, ну, по сути, не берете ответственность лично за свои ощущения, то есть, вот, ну, за свои эмоции, за свою реакцию. Вот. Надеюсь, как бы, что, ну, что человек как-то сам от вас отсталит. Вот. К сожалению, не отсталит. А еще у меня возникла такая мысль, которая, на мой взгляд, могла бы вам как-то помочь. Это вот, собственно, прямой разговор. То есть, вы же, получается, прямо с ней не контактировали. Вы говорите, что знали ее. Вот. Вы говорите, что, ну, общались с ней, взаимодействовали. Вот. Но это было, вот, по вашим словам, да, это было больше такое вот общение, как бы, ну, косвенно. Поэтому мне кажется, что было бы весьма полезно вам просто прямо выровить, высказать то, что вы думаете и то, что вы чувствуете. Опять же, очень часто именно вот недосказанность какая-то между людьми приводит к, ну, каким-то недопониманиям, да, к каким-то проблемам, вот, к каким-то сложностям, трудностям и так далее. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вот, то, что вы с ней, по сути, не общались, вот, является, как бы, тоже такой, ну, достаточно серьезной проблемой. То есть, это позволяет вам, как бы, человека в какой-то степени, ну, демонизировать, к сожалению, опять же. Вот. То есть, вам кажется, что она, вот, действует как-то плохо, да, и так далее, и она действительно действует нехорошо. Ну, если бы вы, по крайней мере, вот, ну, постарались с ней поговорить, да, и просто выяснить, что, ну, чего она хочет, например. Например. Мне кажется, что это могло бы решить некоторые ваши проблемы. Вот. Ну, и последнее, пожалуй, то, что вы пишете, что она лезла к вашему парню бывшему. Ну, вот это выдает уже с вашей стороны определенную уверенность себе и тревогу, потому что, потому что, на мой взгляд, нет проблем в том, что кто-то кому-то лезет. Вот. А если, ну, условно говоря, в отношениях между людьми все хорошо, да, то есть, если люди, вот, ну, чувствуют себя в отношениях друг с другом свободны и гармоничны, вот. Поэтому, тут тоже такой момент, на что вы обращаете внимание. То есть, если вы в первом случае и во втором случае больше обращаете внимание на другого человека, но не на себя, да, а мы видим, что так и происходит, то это, конечно, основание для того, чтобы предположить, что вы себе не очень доверяете. И, соответственно, из отсутствия навыка реагирования на какие-то обстоятельства в вашей жизни, вот, вы испытываете негативные чувства, появляющиеся вследствие такой модели поведения, вот, поэтому, да, это развивается такое, такая модель поведения вследствие отсутствия чувствительности, вот. То есть, вы не чувствительны к себе, вот, соответственно, соответственно, в этом вам можно помочь. Это, это то, что решается, решается весьма неплохо, вот, если у вас есть желание над этим работать. На этом всё, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего вам самого доброго и удачи. Обязательно приконсультируйтесь по этому же вопросу в разделе юриспруденция, вот. Там вам именно с точки зрения законодательства подскажут, как и что следует делать и что можно и нужно делать. Субтитры создавал DimaTorzok М